здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно меня просили еще раз рассказать о том что же такое и из хотя об этом уже наверное многое сказано но говорят что не все еще знают и так что такое из из это индивидуальный инвестиционный счет который дает право на льготы по налогообложению смысле по подоходному налогу и избывает двух типов тип а это вы можете вернуть подоходный налог который вы уплатили в течение календарного года это важно именно календарного года потому что налоговая считает календарные года и до декабря месяца там отчет составляются всякие и второй тип это тип б тип б и это когда вы ничего не возвращаете из того что вы уплатили вы берете льготу если типа б то вы не платите подоходный налог с тех доходов которые получит получаете на иисе ну прежде всего кто имеет право на то чтобы открыть и из но так как и из дает льготы по подоходному налогу в россии то эти льготы предоставляются российским государством следовательно на иис имеют право только граждане россии и так как это льготы государство предоставляет то соответственно пополнять иис может только тот человек который является владельцем индивидуального инвестиционного счета теперь дальше почему важно что календарный год потому что календарный год заканчивается в декабре поэтому самое лучшее время для пополнения и из по типу а это декабрь месяц конец года потому что вы до конца года пополняете его альготу уже по итогам предыдущего года всего вы имеете право то есть на всю сумму теперь далее кто имеет право на получение возврата ндфл по типу а но если это возврат то значит соответственно те кто платит этот самый подоходный налог который иначе называется ндфл на ход налог на доходы физических лиц этот налог не платят пенсионеры потому что они получают пенсию непосредственно из бюджета то есть там нет налога и возвращать нечего и вторая категория лиц которые не платят ндфл это индивидуальные предприниматели которые работают потом типу а по моему а вообще не платят вот дело в том что вот 6 процентная это на самая налогообложение индивидуальных предпринимателей или другую любая там по моему она подразумевает следующие что этой 6 процентов это не подоходный налог это налог на индивидуальных предприниматели это совсем другое дело кстати налог на дивиденды это тоже не подоходный налог это тоже не НДФЛ. Он берется отдельно. То есть даже если у вас счет по типу Б, то вы платите налог на дивиденды, но не платите подоходный. Если у вас ИИС открыт по типу А, то вы имеете право на получение налогового вычета, то есть на возврат налога, который вы заплатили, но при этом ИИС это такой же самый брокерский счет, точно такой же. И там могут быть различные тарифы. Это может быть тариф модельный портфель, это может быть тариф самостоятельного управления, это может быть любой тариф. Но если вы получаете доход на ИИС, то этот доход учитывается и он идет в общую как бы копилку. То есть, ну скажем, я работаю как ИП, например, да, как ИП, я не плачу подоходный налог, но я также работаю как директор ООО, и там у меня есть какая-то зарплата. С этой зарплатой я плачу НДФЛ. Кроме того, у меня есть договора какие-то со сторонними организациями. Это просто вот, ну, контракты на выполнение каких-то определенных работ. И по этим контрактам я официально работаю там где-то, вот. И эти организации, где я работаю по контрактам, они когда выплачут мне оплату по этим контрактам, неважно какая там проценты от сделки там или еще что-то, они платят за меня подоходный налог. И брокер то же самое начисляет вот на доход от купли-продажи ценных бумаг, то же самое, это тоже суммируется в подоходный налог. То есть смотрите, как директор ООО я зарегистрирован в налоговой Обнинска. По договорам под подряда я работаю с организациями, которые зарегистрированы в Москве в совсем других налоговых инспекциях. Брокер зарегистрирован в другой налоговой инспекции. То есть вот эти налоговые инспекции, они значит там организации за меня платят подоходный налог, как налоговые агенты. То есть не только вот там где работа, а любые доходы, которые облагаются подоходным налогом. Кроме того, если вы как физическое лицо сдаете, например, квартиру в аренду, и если вы хотите, чтобы на вас не наехала там налоговая какая-то или еще что, то вы в принципе обязаны зарегистрировать свой договор аренды и раз в год вы обязаны просто подавать декларацию в налоговую о том, что вы получили дополнительный доход от сдачи квартиры в аренду и вы готовы за него заплатить, задекларировать сумму какую-то и вы готовы с этой суммы заплатить 13%. Вот эти 13% вы можете смело вернуть. Это вам вот ноу-хау. То есть если вы, например, пенсионер и работаете, нигде не работаете или нигде не работаете, и сдаете квартиру в аренду, вам ничего не мешает просто сказать, что вот я, да, сдаю квартиру в аренду, вот у меня договор аренды, вот такая это сумма, ну, вам по секрету могу сказать, что сумму вы можете написать в договоре одну, как это часто делают, а реально будет другая, вот, но тем не менее вы платите с этого дела, все, к вам никто претензий не будет иметь, у вас официальный договор, вот, ну, говорят, что там по продаже квартир будет уже, и там налог на недвижимость будет другой. Здесь есть тонкости, я думаю, что прежде чем это делать, надо все-таки все-все-все узнать, все выяснить, вот, размеры штрафа, которые за нарушение, потому что все взвесить, я думаю, что на самом деле лучше в белую все это делать, и возвращать НДФЛ ничего вам не мешает. Вот, теперь далее, то есть, смотрите, вот, налоги могут быть в разных местах, вот у меня в частности, например, да, и где вы можете посмотреть размер того налога, который уплачен вами за год. Вы можете посмотреть его на сайте налоговой инспекции. У каждого из вас, как у налогоплательщика, если вы налогоплательщик, если вы гражданин Российской Федерации, вы можете зайти на сайт налоговой налоги.ру и ввести там свой ИНН, ну, и там какие-то подтверждающие данные, зарегистрироваться там. У вас, у каждого есть там личный кабинет. И вы можете совершенно спокойно, там сейчас совершенно, вот, шикарно сделан налоги.ру, вот, за последние, там, 2-3 года сильно очень изменилась налоговая, стало более доброжелательной к своим налогоплательщикам. Короче говоря, вы можете посмотреть те налоги, которые за вас уплатили работодатели или, там, те, с кем вы работаете по контракту. Вы можете посмотреть сумму налогов, на которую вы можете претендовать и с какой суммы эти налоги начислены. И вы можете вернуть максимально налоги с суммы в 400 тысяч рублей. То есть 52 тысячи рублей вы можете вернуть. Кто возвращает эти деньги? Эти деньги возвращает налоговая. Вы делаете декларацию НДФЛ-3, так называемая, и, а, 3 НДФЛ, вот, и, соответственно, заполняете ее, и там же в декларации, в приложении пишите, что прошу сумму всех налоговых вычетов направить мне на расчет, на мой расчетный счет номер такой-то и реквизиты расчетного счета. Это должен быть банк, российский банк, это строго, это важно, вот, но он может быть любой. Мне, например, возвращали и в открытие, и на Тинькофф, насколько я понимаю, вот, ну, то есть обычно они говорят Сбербанк, Сбербанк, ничего подобного, значит, можно реквизиты любого банка. Что происходит дальше? Да, когда мы заполняем декларацию 3 НДФЛ, мы должны приложить весь комплект документов, которые мы подготовили, то, соответственно, у брокера вы можете запросить запросто такую справочку, он ее дает либо в электронном виде, либо в живом, ну, тогда в офис придется ехать, вот, и, собственно говоря, вы все эти документики прикладываете к декларации 3 НДФЛ в обязательном порядке, то есть вы подтверждаете то, что вы заплатили, из каких сумм. Вот, все, собственно говоря, после того, как вы подаете эти документы в налоговую, налоговая их рассматривает, по закону она может их рассматривать не больше, чем 3 месяца, и после этого, после того, как она подтверждает это дело, она самостоятельно просто выплачивает этот налог. Какие здесь есть нюансы? Смотрите, но налоговые не рвутся выплачивать возврат по НДФЛ, на самом деле, поэтому они там, ну, по крайней мере, то, что у меня было, очень интересная штука. Мы подали, вот, все документы, все хорошо, мы их подали в электронном виде через налоги.ру. Там вообще все, можно сделать все в электронном виде, все эти справки. И что получилось? Спустя 3 месяца, мы ждем 3 месяца, денег нету. Вот, смотрим на налоги.ру, написано статус документов, рассмотрено, и, значит, там, ну, как бы одобрено. Ждите денег. Денег нету. Ну, что делать? Мы месяц или два ждали денег, потом, короче говоря, я пошел в налоговую разбираться, вот. Ну, в налоговой, как всегда, там, не торопится принять, там, и так далее. Я там начал уже всех разносить, что, типа, какого хрена? Ну, вот, короче говоря, меня принимают и говорят, а ничего не рассмотрено. А где документы там? Я говорю, ну, вот, документы там. Ну, короче, ой, это в электронном виде. А что вы в электронном виде принесли? Короче говоря, ну, что-то они там мухлюют. Почему галочка стоит, что все одобрено, что все рассмотрено, а денег нет, я не знаю. На самом деле, она говорит, ничего не рассмотрено. И она при мне ковырялась там и смотрела, какие у меня доходы, какие расходы. И она там обнаружила, что у меня какая-то часть налогов уплачена в Обнинске, совсем маленькая, и достаточно большая часть налогов уплачена в Москве. Она говорит, а-а-а, тут еще и вот так. Короче говоря, ну, она мне эти все документы как-то подтвердила. Там, выписки со счетов, там, и так далее, что-то было, там, я принес. Вот. И, короче говоря, после того, как она одобрила, она сказала, что возврат НДФЛ придет вам частями. Какими частями? То есть, они, значит, берут тот налог, который я уплатил пропорционально. Вот я в Москве столько заплатил, в Обнинске столько. Она берет все, что сумму возврата, вот эти 52 тысячи, вот эту часть от 52 тысяч, такую же долю заплатит Обнинск, а вот такую часть Москва. Она говорит, что там, ну, Москва будет там чуть позже, на недельку или на две. Ну, в принципе, так оно и случилось. Вот. Но мораль какая? Ну, если вы находитесь не в Москве, в Москве, может быть, это и прокатывает, но здесь вот без личного визита не обошлось. Вот. Ну, я надеюсь, что я рассказал кратенько. Это вот, ну, крайне неинтересно, это все знают, это уже разъяснения тысячу раз были, но вот у меня спросили, что это такое. Еще раз. Самое выгодное время в конце года. Вот. Максимум 400 тысяч по типу А. По типу Б максимум 1 миллион рублей. вы можете пополнить ИИС, и тогда льготы будут. Вот. Какой ИИС еще более привлекательный? Ну, на самом деле, если честно говорить, то ИИС по типу Б более привлекательный, если вы получаете хорошую доходность от своих инвестиций. Почему? Ну, скажем, вы получаете 30% в год инвестиций, от инвестиций, и это надолго. Смотрите, что получается. Вы внесли 1 миллион рублей, у вас через год 1 миллион 300 тысяч, если у вас по типу, ну, там, в обычном варианте с 300 тысяч вы должны заплатить налог подоходный, а здесь не платите, и вы вносите еще миллион. Итого у вас через год 2 миллиона 300 тысяч, и вы снова получаете 30% доходность на эту штуку, на 2 миллиона 300 тысяч. Ну, нетрудно посчитать, что здесь уже будет 600 с лишним тысяч рублей, с которых вы не заплатите подоходный налог. Это очень здорово, и вы снова еще миллион через год вносите, и уже практически с 4 миллионов вы не платите подоходный с дохода от 4 миллионов рублей. Это очень-очень здорово. То есть тип Б, он намного интереснее, но при этом надо учитывать, что надо пополнять деньги на сумму, ну, где-то вот в районе миллиона рублей, как минимум, получается. Ну, и как максимум, больше не дадут. Вот. А если у нас нет с вами миллиона рублей в год, то, собственно говоря, и если мы работаем, получаем белую зарплату, тогда тип А. Если мы не работаем, не получаем белую зарплату, либо мы на пенсии, то нас вообще ИИС может интересовать только тип Б. Ну, то есть, если вы нигде не работаете, и у вас при этом денег куры не клюют. Ну, конечно, тип Б вам более интересный тогда. Мне говорят, что если человек не работает, то откуда же у него деньги? Ну, здесь не надо мерить по себе на самом деле. Я вам скажу, что вот у любого ГАИшника спросите, если он останавливает Лексус, там большая часть людей, которые ездят на Лексусе, говорят, что они безработные. Вот так. Так что, я надеюсь, что я про ИИС более-менее кратко рассказал. Тема достаточно известная. Уже огромное число людей открыли ИИС, но говорят, что надо еще повторить. Вот я повторил. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Поставьте, пожалуйста, лайк. С вами был Демитков Юрий.